я не пытаюсь улучшить ваш ум в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание и показать что та жизнь которой вас принуждают она вас недостойна эта жизнь не стоит даже мгновение вашей свободы не стоит мгновение жизни ваших детей потому что человек должен жить и заниматься своим делом будучи абсолютно свободным в своем выборе выборе своей цели в постижении себя самого в познании мира вокруг себя я решил заменить вступление пока этот вариант скорее всего еще изменю немножко а сейчас слушайте думайте пишите привет всем подписчикам и зрителям моего канала хмурое бытие без времени вас сильно давит как и должно быть единственное лекарство снять все ограничения справа души вашей определять путь разума никто не может жить гармонии свете истины если иска создателя в нем не свободна людей свободных душой остались единицы из ваших комментариев это хорошо видно многие сетуют что никто из близких и слышать их не хочет для освобождения души от морока надо дать ей полную волю и принять горькую горькую истину что это вы считаете что они вам близки то есть вы считаете эти люди вам близки это тяжкое заблуждение вашего разума тот кто не способен и не хочет вас слышать он чужой вам причем совсем чужой вне зависимости от степени родства или срока вашей дружбы принцип ты мне а я тебе очень подлый принцип и порождение чужой злой воли нечисти простой пример помогая кому-то из близких вы не имеете права ждать от него аналогичной отдачи или того что он будет образно говоря бить вам земные поклоны или делать ответные дары да кстати друзья решил в этом ролике не ставить никаких картинок кроме этой просто не хочу отвлекать вас ваше внимание слушайте внимательно картинка есть картинка а слово есть слово ложь многих фраз таких как неблагодарный друг или неблагодарные дети принесли нам вместе с денежными отношениями враги наши часто спрашивают почему нет денег например тартарии или той древней руси вернее не древней руси а великой могучий руси который сегодня нет того спрашиваешь где же их деньги почему мы их ничего не находим ответ простой деньги пришли вместе с оккупантами и не было той самой древности мы дикие дикари по сравнению с нашими предками это у нас остатки их технологии и обрывки знаний это не они ковыряли землю деревянной сахой вспахивая свою нищую делянку или землю больно а мы это мы влачем жалкую рабскую жизнь в дикости и невежести я поздравляю что мы все живем в дикости и невежестве среди них не было рабов это мы рабы системы причем полностью бесправные пока не проснемся сегодня городской житель он полностью находится во власти в рабской власти перед системой достаточно ему просто например отказаться исполнять свои обязанности раба прекратить работать и он лишится всего социальных обеспечения социальных карточек социальных выплат и зарплаты он не сможет оплачивать ни жилье ни еду ни свой транспорт система моментально исключительно из числа тех кто может иметь какие-либо благо этой лжи цивилизации поэтому мне очень забавно иногда получать напущенные письма на такого истории который серьезно верят то что запорожские казаки писали письма турецкому султану испил горелки по ведру каждый для них снял патриотический бред учебника святая правда и доказать им простые вещи о том что никакие казацкие струги не сновали туда-сюда по русском море за зипунами и не было самой атаманской империи и пьяному казаку в любой станице дали бы плите и изгнали бы из земель казачьих с позором и что степан дразин был боевым балхом высшей степени посвящения имел школу свою в казани злата купольной и попал наш мир числе первых владеющих словом турок которые пришли вслед за русами и кавказцами первой волны предков наших в это отражение не по воле своей отражение нашей не целостно а состоит из обломков или осколков разных теней или отражение как бы калейдоскоп вот как калейдоскоп ты видел как собирается калейдоскоп по обыкновенной детской игрушки никак не дающий реальной картины целостности и завершенности поэтому мы имеем то что двухмерным и даже трехмерным умом понять и измерить никак невозможно огромное усилие отнявшими невероятное количество энергии у слова и дело еще раз почувствую энергии у тех кто владел словом и делом удалось стабилизировать этот мир во время прорыва когда наши далекие предки попали сюда они оказались так сказать вышвынуты просто из своего измерения из своего мира в новый им пришлось создавать этот мир как бы заново и у них это прекрасно получилось но они смогли как-то превратить лоскутное одеяло этого мира в удобные для бытия пространство были задействованы канал чистой энергии основным которым каналом конечно был северный полюс как работающий энергетический переход для постигших силу и владеющих той или иной силой стихии и канал светлой энергии том месте где сегодня торчит из тела мира верхушка декуратора на которой написано марзолей в следующем ролике расскажу о том какие были после этого прорывы что в конечном итоге и привел к катастрофе прорыва из владения хаоса мне часто пишут все время пишут и присылают ссылки на новые ролики в сети например о том что стали показывать катакомбы париж друзья не надо мне делать ссылки на людей каналы которые украли мой труд и даже не потрудились сослаться на мой канал причем перевирают и уродуют материалы ибо есть они ни чести ни совести не имеющие хомячки бездушные но условно разумные они просто ходят по интернету бродят со скорзинкой куда собирают чужие идеи уродуют их и выдают за свои знания за свои открытия и за свою работу так вот не надо мне делать ссылки на меня и у меня же украденные материалы и темы которые кто-то где-то выдает за свои прежде чем рекомендовать что-либо найдите время и посмотрите мои старые ролики когда как я уже говорил я снес 0 всю историю например о ледниковом периоде и о причинах залитых глиной городов как и я вам советую посмотреть весь исторический вред бред о всей истории начиная с истории о первобытном обществе я все это разложил в своих роликах циклах роликов и показал убедительно и могу это оспаривать любом месте что не было никогда перобытно общинного строя не было никогда рабоводельческого строя и даже феодального строя никогда на самом деле не было кстати я еще вам расскажу о господине великом новгороде и почему его закопали почти 200 лет назад совсем можно сказать совсем теряющий остатки разум ученые и стиль историки продавили в несуществующим государстве закон об уголовной ответственности за попытки переписания истории инквизиция мировой синагоги не хочет умирать просто и тихо самое интересное что на мельницы им льют воду многие те кто говорит что они выдают альтернативной версии я ведь например четко показал почему значит города были залиты но они делают вид что они этого не знают хотя регулярно приходят и смотрят мои ролики а мировая и так сказать научная инквизиция продолжает извиваться в нечистотах книг и монографий давно никому не нужных как змеи у которых по отрубали головы и по отрезали их лживые языки внизу под роликом как всегда именно тех подписчиков я пошел тех подписчиков которые смогли захотели и нашли время помочь каналу финансами радует что делает это они постоянно многие из них и регулярно там же ссылки для тех кто может и хочет стать одним из них таких немного и этот период между этим роликом и предыдущим он тоже не был исключением я тем не менее купил уже новый микрофон для съемки с камерой что позволит мне поднять качество звука записи и когда я буду делать ролики которые будут показать некоторые места вживую мне будет гораздо легче работать отсекая ненужный шум теперь вернемся к нашей работе опять ролик о кавказе показал что на самом деле там реальная проблема с жителями такое впечатление что там либо нет населения либо основная масса стала стадом послушных хомячков когда я говорил о том что кавказ генетический резерв человечества я видимо был большим оптимистом когда считал что этот материал прокатиться по кавказу привлечет внимание многих и многих людей станет им интересным они начнут задавать вопросы переслать материал друг другу но посмотрите качество просмотров этого ролика и комментариев и попытайтесь там найти ну хотя бы человек 100 с кавказа которым это стало бы интересно который бы попытались распространить этот материал как оказалось это далеко совсем далеко от реальности об одном я подумал что нечесть видимо достигла своей цели мужчины там на кавказе я имею ввиду забыли о том что честь и свобода важнее жизни и что резинку боевой тайна станцует перед смертным боем когда мало шансов выжить но надо идти сражаться даже если враг десятки раз сильнее и многочисленнее они теперь танцуют лесгинку выпив водки накурившись дрянью на улицах городов и гордятся этим позором поэтому им и не интересны ролики об своем прошлом о прошлом своих предков я думал что если не тысячи то сотни комментариев настоящих мистин появится под этим роликом и жестко ошибся либо кровь уже не то либо гордость слили как отходы воды сунжи телека сулака аравли куры и самура на берегах дона и кубани урала и мура все понятно там казака вырезать бегащие в лампасах с медальками на груди алкоголики никакого отношения к казакам не имеют там настоящих казаков давно вырезали красные китайцы и хотя один подросток станицы забирал жизни до трех десятков этих болванчиков у комиссаров которые вели этих клонов было огромное количество запасных не неиссякаемое количество непомерное и легко вас план восполняем а и поэтому не лежит у меня душа развивать эту тему больно и гадко это понимать но тем не менее раз кажется обещал надо хоть что-то сделать приведу маленький пример из высказывания всемирно известного лингвиста и мифолога джона колоруссо он конечно часто сознательно плутает в трех соснах потому что система науки современно заставляет его это делать но вынужден говорить хоть часть правды когда речь идет о материальных объектах и так что же он говорит возможно предки черкесов убыхов и абхазцев владели древней системой письменности но они горит джон и и утеряли потому что эти народы были вовлечены в слишком большое количество войн на самом деле они утеряли ее потому что на них все время шла кровавая охота на народы кавказа постоянно совершались одно нападение за другим возможно они обладали системой письма основанная на других древних языках такие как древнегреческий язык или дни древнеперсидский и так далее это его предположение совсем недавно я сотрудничал со знатоком классических языков андрееном мейер и историком искусств давидом сандерсоном сандерсон то есть вот он говорит о том с кем он сотрудничал мы расшифровывали говорит автор непонятные надписи которые раньше было принято считать просто чепухой на некоторых древнегреческих вазах как оказалось в большинстве случаев это были имена или фразы древнейших форм черкесского убыхского абхазского и грузинского и осетинского языков или языков родственных данным языкам заметим то что вот сказано в этой фразе он как вы понимаете не может официально признать тот совершенно бесспорный факт который среди из этой же фразы что древнегреческий язык продукт искусственный и создан во второй половине 19 века но я уверен что большая часть материальных так называемых исторических ценностей с надписями написанными на языке греческом это все ерунда на самом деле там не греческие надписи все надписи либо написано языке русов либо на арабском языке либо на языке народов кавказа но и но никак не на языке так самых не арабов на верблюдах а на языке ученых ибо этот язык той непонятной нам науки управления энергиями стихии например не черпаемой энергии базового элемента мироздания эфира он служил научным языком араб это ученые того времени это не национальность это не религия эта степень как сегодня мы горим профессор вот тогда говорили араб только современный профессор это именно профессор то есть пусто брех то там на самом деле реально были реально владеющие словом ученые фактически истина всегда лежит прямо перед носом но официальная власть нечисти ее видеть не может не хочет и не позволяет о ней говорить например принятие закона посягательств на историю и уголовный ответ за это таким образом что мы видим тот же джон как и десятки других исследователей открыто признает что надписи сделаны на вазах не на греческом она буквицы но на языках народов кавказа то есть надписи сделано буквицы но на языках народов кавказов а никак не на древнегреческом алфавите потому что древнегреческого автобита не существует ничего удивительно нет в том что малые народы кавказа использовали буквицу своей письменности ибо школа того времени была на недосягаемой для нас высоте как и реальная а не фальшивая как сегодня наука ибо реальная наука базировалась на власти слова и материальности мысли его носителя она не они на теоретических выкрутках безумных невежд вроде ньютона или дарвина именно те кто владел силой воздуха в союзе системе кто управлял стихией воды могли создавать похожие на плывущие облака парусники но не в нашем отражении в основном любой технократический мир грубой механики всегда обречен на гибель рано или поздно я подчеркиваю сейчас слушайте внимательно любой технократический мир грубой механики обречен на гибель рано или поздно это конечно только мой закон я уже сейчас первый раз озвучил но я почему-то уверен что он работает именно так подмена реальности на ложь весьма примитивно берут вазу которую сделали в картли или абхазии с текстом на буквице и говорят что это сотворили древние греки которых никогда не было или находят мозаику с надписью на той же буквице который сегодня можно спокойно прочесть и говорят нам что это письмо этрускому не читаемое как пример можно абсолютно точно считать что последний спада бада свободолюбивый народ я подчеркиваю именно свободолюбивый народ франции и испании это баски если не считать корсиканцев просто потомки современных грузин слабая кровь у них в этих басков для кавказа но сильная для европы квартетку картвельские языки лежат в основе всех семитских наличий северной африки об этом еще в начале двадцатого века создал огромный труд академик российский ученый мар с одной стороны он доказал близость картвельских языков семитским в своих работах от 1888 до 1903 года с другой выявил целый ряд параллели между грузинским и басскими языками но на самом деле информации которые выводы сделал тщательно тщательно начали заметать и скрывать сразу после того как она это опубликовал 1908 году когда он выпустил книгу основные границы в грамматике древнегрузинского языка связи с предварительными сообщениями о родстве картвельского и семиц семитичного семитических языков на самом деле еврейская письме не существующего государства израиль и язык были искусственно созданы в том же 19 веке на базе языка народа грузии языка горского народа таты татов которые аж которых ошибочно по навязанной им вере называют евреями но таты на самом деле никакого отношения в реальности к евреям не имеют как-нибудь я доберусь до очень интересной истории татов но пока что руки не доходят и временно все это совершенно не хватает на базе нас к дагестанского языкового анклава по личному распоряжению александр третьего был создан японский язык и придуманы иероглифы после чего язык был быстро внедрен в инкубатора теневого мира третьей ступени и появились люди которые называли себя людьми страны что что на японском которые стали японцами не подозревая что они говорят на смеси упрощенной и жалкой смеси на базе аварского и других горских языков достаточно посмотреть как они едят эти японцы а потом посреди как едят поросят или щенки из корыца и вы поймете истоки их появления в этом мире это выброс из инкубатора у меня есть два ролика о том как создавали японию в конце 19 века кому интересно может пойти и посмотреть большие описание горца кавказа мы можем узнать что они высоко высокие белокожие целомудрены отважны до безумия и бреют голову оставляя длинный локон на локон на макушке я подчеркиваю бреют голову и оставляют длину локон на макушке называют всех их казаками или черкесами и вообще всех и кубанских и донских их всех и терских казаков и чешенов и ингушей всех называли вторая черкесами в европе и живут они внимание вместе с аланами братьями пятигорских черкесов родной язык которых немецкий от тарарата до казани живут они вместе со своими братьями аланами которые свою очередь является братьям пятигорских черкесов родной язык этих аланов немецкий проживают они везде от тарарата до казани живут эти немцы своими городами и административными центрами поселениями и имеют большой влияние на все народы и основной административный язык во многих регионах в том числе в астрахани является немецким ибо это самый организованный и трудолюбивый народ этих мест одежда их великолепного покрова и платье немецкого крови сделанные на волге самое дорогое в землях всех русов как тут так и в двух америках это конечно я так фантазирую ибо стыдно мне что нет больше не тех немцев не тех черкесов или астин ибо забыли они слова честь гордость и свобода и сегодня в том же владикавказе опустили их ниже полового коврика и смачно вытерли сапоги амона ростовского а будущих детей и это к сожалению реальность нам часто тут не пишут про бесправных рабов каких-то на которых никогда не было так вот я говорю у любого раба если берет даже описание тех же историков право было куда больше чем у соленого человека никто не указывал ураву когда он должен вставать когда он должен ложиться что он должен делать когда он должен праздновать праздники как он должен обрабатывать землю как свою землю до данному помещикам так и землю помещик то есть работа не было но если почитать описание этих работ то они были крепостных крестьян они были куда более свободные и счастливые люди тем современные менеджер среднего звена где-нибудь к любом столичном городе мы должны прямо понимать что мир который сейчас формируется это мир безличного обезличенного индивидуума который ничего общего с человеком разумным иметь не будет сейчас почитаю кое-что из записи французских языковедов и географов в период с 1855 по 1865 год за 10 лет там можно узнать очень много любопытных их очень много авторов работа у них большие я так выборочно кое-что взял и так читаю любопытные абзацы религия кабардинцев не состоит в педантично точной практике она представляет собой смесь язычества многометанство и христианство они называют бога именем дайла также как татары называет бой бога именем аллах аллах пророк турок погибшего время взятия казани магомет строго наказал им всем не обращать молитву к нему а к создателю с возрастом о аллах с протяжным а в конце позднее непроизвольно стали давлять мягкий звук их их бежавший после падения казани его ученики большая часть казанских белых татар захватили земли сирии и ливана а дальше все побережье северной африки и стали именовать себя берберы также их в испании называют сарацин и но огонь небесный уничтожил и их новые земли и захвачены ими города среди них говорят до сих пор поверье живет чистый муж али нечто вроде отшельника который живет каменной башни с тех пор как погиб его учитель магомет казанский он пребывает в безбрачии пользу большим уважением народе и не покажется никому все эти свиньи о религии относится к источникам и книгам внимание ингушей народа войнахского далее другой автор пишет кабардинец хорошо одет носит тонкое белье широкая сверху донизу софьяновые сапоги длинную верхнюю одежду перехвачен в поясе кушаком изготовлены из шелковой ткани длинную нижнюю одежду из шелка и тонкого сукна с рукавами открытыми и завернутыми на спину на спине мы знаем какая какой одежды рукава завязывались на спине они отращивают большие усы и бреют голову оставляя длинный локон который покрывает богато отделанной шапкой сами они же производят все эти ткани включая шелк потому что на их земле очень много шелкопродильных предприятий разных мастерских которые работают только с шелком потом шелк расписывают золотой и серебряной нитью и отправляют другие страны в том числе на главный рынок мировой в новгород кабардинец редко выходит из дома без оружия он всегда носит саблю и кинжал на поясе когда он при оружии уносит кольчугу лук альбарду ружье костюм черкешинки немного отличается от европейского он с этой сорочки коротких штанов платья плаща с рукавами или без рукавов зимой кабардинцы укрывают себя шубой которые опускаются до ступней они носят сережки в ушах имеется ввиду кабардинские женщины и колье но особенно любят они носить татарскую прозрачную валь которая опускается на лицо когда они выходят на публику в астроном черкесии как и в других местах первенство в жизни делает много различий в одежде но любовь дамским упрощить украшением существует во всех странах друзья впрочем если дело и дальше будет идти так как замыслили базили то скоро на заставят слепо верить то что что мы все произошли из африки а уж как стараются дарвинисты генетики мы все знаем они стараются очень давно и очень усердно то есть скоро нас заставит слепо поверить что некие личности спустившись с высоких деревьев день камеру не открывали все известные нам прописные научные истины несли к нам знания и мы слепо пока я покоряясь их воли становились послушными и законопослушными пока не забунтовались и не превратили страшных бандитов разбойников пиратов и стали этих мирных несчастных людей обращать в рабство заковывать кандалы и вести на плантации хлопка и сахарного тростника я уже говорил вам как-то в одном ролике что по всему миру давно шел и идет сбор генетического материала белого человека люди с целью получить как их заверяли в массовой рекламе постоянно шла реклама информацию о своем генетическом происхождении сами платили деньги добровольно замечу именно термин добровольно здесь главный отправляли свои генетические материалы сами не знаю куда и сами не знаю кому и зачем а вот в россии уже не церемония начали жесткую акцию когда человеку не оставляют выбора либо восстать либо сделать это начали в якуте проверить реакцию ибо якуты я замечу важная очень информации сами по себе генетический резерв всей желтой расы мире и их надо срочно всех накачать по два раза растворщикам колесо времени стоит на отметке очень пасмурное туманное я подчеркиваю что все желтые расы мира происходят от генетических корней современных якутов поэтому как и на кавказе с якутами поступают точно таким же образом их надо извести совсем накачал их этими препаратами накачал их водкой накачал их наркотиками и развратив полностью и сейчас я конечно не могу сказать что все мужчины большого кавказа вывелись перевелись но судя по всему их можно уже заносить в красную книгу человечества это просто невероятно за такой короткий срок я честно говоря вообще ничего не помина на не помин не понимаю может некоторые из вас могут мне это объяснить что произошло вообще там с мужчинами я например четко и ясно во многих роликах сказал кто такой на самом деле был пророк магомед мир дома его ибо он родился вырос учился и творил слово свое в казани златокупольной и никакого отношения к литературному персонажу и звонючего бедуинского шатра не имеет и иметь никак не может вот это настолько очевидно что даже спрашивать нельзя потому что если там кто-то жил в этих песках качуя на верблюдах туда-сюда то слово его дальше чем соседнем оазисе никто бы никогда не услышал невозможно объединить кочевников бедуинов которые строго регламентировать количество например скота в одном оазисе их собрать и двинуть куда-нибудь никто никогда не сможет никоим образом невозможно создать из этих черных как их называют арабов на самом деле это не арабы а бедуины кочевники какую-либо армию какую-либо силу и двинуть их кого-нибудь там завоевывать тем более никто даже не пытается объяснять каким образом таким образом в арабы записали в тех жителей между речи оси или ливана и так далее то есть никаких попыток реально объяснить что же произошло на самом деле никто никогда не делал тем более уже во многих роликах говорил что например жители гнева трое не работал марокко никак не могут понять жителей живущих в александрии в египте это у них абсолютно разные языки литературный арабский язык они все что в багдаде что в марокко учат только в школе в лицее учат достаточно основательно поэтому они могут общаться друг другом но если вы возьмете там людей не образованных и перебросить их куда-нибудь ну да да даже в тот же емин они друг друга совершенно не поймут потому что это совершенно разные наречия эти люди никогда не создавали ни культуры не писали никаких сказок тысячи одной ночи они ничего не способны были создать создавали там и творили те самые ушедшие с кавказа беглецы грубо говоря или просто покинувший кавказ по разным причинам группы которые потом назвали берберами или сарацинами они все были светлокожие голубоглазые зеленоглазые даже если у них были как карие глаза они все равно были белокожие много из них было блондинов и сейчас некоторые часик сохранилась так называемых белых арабов но естественно всю верхушку все всех людей которые у них были там грамотные образованные которые владели словом их всех уничтожили как и все их цветущие процветающие красивые прекрасные города на этой территории и что спросите вы ну сказал я это вообще-то полная тишина я вам отвечаю то есть я говорю что пророк магомед родился мир дома его казани учился работал и погиб защищая казани во время взятия казани нечестью и полная тишина сколько жители татарстана попробовали осмыслить эту информацию сколько рассказали своим друзьям и знакомым сколько вступили в дискуссию сколько блогеров так прославляющих имя последнего пророка мир дома его рассказали своим подписчикам об этом ну хотя бы как новой версии я вам отвечу таковых нет ибо современные татары и особенно так называемые сильно верующие на самом деле имеют только одного бога зеленую бумажку а все кто услышал меня быстро сделали вид что не слышали ибо страх и ложь живут их сердцах именно силу этого и пришел палач чтобы очистить мир от всех таких грызнов ибо не нужны они творцу потерявший душу и смысл своего бытия простой пример человек не прочитавший коран в оригинале описался на турецком русском языках второе издание то сборника слов управление силами мира было на немецком французском языках на арабске его перевели только в 1853 году вонг в ордене инквизиторов и языков когда стали писать тору так вот кто не прочел его от корки до корки он вообще не имеет права упоминать имя пророка магомеда мир дома его и текстом корана из использовался частично при написании этой самой торе и на потом уже когда вот эти иезуиты поработали они создали веру который ничего общего с самим кораном его учением изложенном коране а коран это на самом деле даже не учение а это слова силы так вот религию ничего общего с не имеющийся коран назвали исламом хотя уже показал на базе учебников 19 века что до 70 годов 19 века все последователи учения пророка называли себя магометанами то есть учениками продолжателями делая его как бы с учением из и киевского мир дома его был было все но было еще хуже ибо написал пятикнижья моисея на базе какой-то глупой фантастической книжонки для развлекательного чтива изданной в одном из отражений они оставят оставили от учения от его учения от всего что он вообще говорил и писал то что он создал его от всех условий оставили только общеизвестные в тот момент по всему миру изучения наставления бы сказал грубо говоря его завет ко всем потомкам но эти все его изучения они вступают в жесткое противоречие с текстом библии и полностью зачеркивают как ее содержание так и всю деятельность любой христианской церкви варим простую одну короткую фразу не суди и судим не будешь эта фраза сразу же делает всю официальную так и неофициальную деятельность любой кранцы христианской конфессии деятельностью слух антихриста чего прочим они сегодня и не скрывают и открыто об этом говорят и показывают нам и более того они не только говорят открыто об этом но и навязывают всем вот именно волю антихриста волю дьявола волю сатаны если хотите а ничего общего заветами если киевского мир дом его эти их изучение не имеют то что они тоже взяли и супер делали христа и засунули его вонючую кашару я не знаю там или какие-то ясли где скот держался и там он якобы родился представляете себе сын божий рождается в грязных вонючих семитских загонах для животных и к нему тут же бегут какие-то там был хвой поклоняться то есть в этой версии нет ни одного слова вообще нормального реального который можно как-то реально воспринять открыто все понятно всем видно что иерусалим строился во второй половине 19 века люди продолжают верить упорно кто-то верит нам большая часть делает вид что верит на самом деле там кроме злобы и ненависти там ничего совершенно нет вот например читаю письмо от виктора из германии давнего друга и подписчика канала марат доброе утро интересное наблюдение есть такой термин коллективные сами понимаете что против уханьки еще раз повторяю коллективные сами понимаете что против уханьки это я просто убираю некоторые слова который официально во всех учебниках медицина означает эффект сопротивляемости вследствие перекрытия ослабления канала прямой передачи возбудителя от индивида к индивиду популяционный иммунитет косвенным образом защищает также уязвимых для возбудителя индивиду интересно что в немецком языке этот термин звучит пишет виктор как стадный иммунитет так как слова херд на немецком означать означает стадо скота то есть вот у нас по всем каналам об этом стадном сами понимаете что говорят с утра до вечера и идет постоянная трансляция нас напрямую всех живущих германии называют стадом не стеснялись достигнуть это возможно когда 7 из 10 сделают это и уже назначили день когда это радостное событие произойдет и стадо войдет в это состояние и будет достигнута по их заверениям это 12 июля я ему отвечаю вообще-то виктор на немецком языке и слово коллективы есть слово иммунитет то есть это крытое издевательство он печает и я об этом этот же термин вполне можно было использовать со словом коллективный как вы видите все предельно ясно всех жителей германии открыто по сотни раз в день по всем каналам тв называет стадом скота у палача как видите много будет работы потому что на нормальные люди никак не могут с этим дал не должны с этим смиряться и принимать это стадо создателю не нужно более того это показа что созданные по образцу и подобию могут терять души и не имеют иммунитета лжи страха и низменных стадных инстинктов когда происходит прорыв между мирами и равновесие нарушается в пользу хаоса а значит доля коллективных создателей в данном месте на данном этапе резко нарушается это как гангрена когда лечение словом большей части уже не помогает и это мертвый для творца да для творца ткани надо быстро и начисто удалить сам организм производит очистку в данном кусочки бесконечности мироздания и порождает явление которое я называю временем палача так вот и не знаю если еще носители искры создатели на кавказе которым было бы интересно слушать мои фантазии я ведь еще не коснулся истории и значения народа армении прибывших или попавших в этот мир и зато из отражения урарт мира сложного и неординарного стать они генетически являются прародителями жителей центральной и южной италии я повторяю армяне это прародители жителей центральной и южной италии которых дуча мусоле не сделал очень быстро итальянцы и посадилась на литературный язык на базе латинского началось топом безобразие 1933 году если я не ошибаюсь по срокам я уже не говорю о том что свою греческую римскую мифологию всю я почерк греческую римскую мифологию украли вместе с именами у армян и грузин и запихнули все произведения созданные ими начиная с огромного труда гомера то есть сюда засунули и сделали эти произведения гомер сам был армянин по отцу и грузин по матери поэт прогрессор работал на орден иезуитов с 1830 по 1899 год был посвящен высшей тайны ордена после того как продал свою душу на мальте в обмен на возврат зрения как-нибудь про фантазирую на эту тему куда не ткнете вы нападете в этих мифах на армению и грузию попадете в дербент или тарки так там и прометея вы найдете и одиссея и елены и медею и гермеса и али и ариадну и персея возьмите всю греческую мифологию и попытайтесь найти там греческие корни кроме названия строго у меня получается как бы монолог пустоту над главным кавказским хребтом потому что там наверно уже слышать это некому а вы на вершинах и туры если они еще стали слышат а вот роли как живые люди не слышат и слышать не хотят ибо страх перед истинной сильнее крови предков я как-то слышал даргинскую поговорку пустой мешок нельзя поставить пустой мешок нельзя поставить возможно я тем и занимаюсь что пытаюсь поставить пустой мешок ну и напоследок пара слов о швеции кстати шведов тоже генетически генетическая база очень сильно русов и поэтому их уничтожают где-то с кода 1955 официально 40 процента уже сделали это как нам говорят и 74 процента и сделавших это это беженцы мигранты для интересная цифра да один афганский беженец бегал по улицам в ветландии и развал людей за то что ему не дали денег на поездку в афган в афганистан то есть интересный беженец которому на самом деле 33 года а он все еще подростком числится не то приехал маленький страну из норвегии из которого выдворили так как не приняли вершу что он беженец не там он давал свой паспорт с датой рождения 1998 год он шведом без паспорта сообщил что ему 15 не то 15 на 14 лет писать и мужик приходит здоровый возрасте далеко за 25 и заявляет что ему 15 лет к счастью никого до смерти не порезал и суд решил или скоро должен решить они так особо не вникал в это дело отправить его на пожизненное проживание в афганистан очень страшное наказание куда он так и стремился попасть за счет шведского государства и вы и отправить туда за счет шведского государства то есть теперь каждый вечер беженец знает что если он хочет попасть в одну страну ему надо сделать то же самое что сделал этот самый объект или субъект приехал при этом нам сообщают что за выходные в стокгольме сделать это захотели десятки тысяч человек правда огромные центры где делают это стоят пустые впрочем я вам на другом канале расскажу все что будет вам интересно узнать из моих первых впечатлений там будет скоро очень интересный ролик вообще с посмотрим на том канале как-то туго дело идет я в следующем ролике покажу что в сверция осталась единственная страна с полной системы обеспечения продуктами питания собственного производства и с качеством на три порядка сегодня выше чем в той же франции что совершенно невероятно на мой но это бесполный сегодня факт теперь что касается того почему следы делают это то точно также работает плач идет от всех тех кто хочет боится и обязательно сделает это они должны уйти на этом я этот ролик заканчиваю как я не стал никаких картинок чтобы вы могли внимательно послушать после этом ролике надо все служить а не смотреть картинки благодарю вас за внимание до следующей встречи я как раз жду еще к тому же детали для необходимы то что я купил для того чтобы работал фотоаппарат и потом начну как всегда еще делать ролики на базе учебника у нас осталась еще одна тема учебники которые мы продолжали последние несколько роликов по учебник географии франции редакции 1925 года выпуска 1938 год еще раз благодарю вас всех за внимание до следующей встречи дорогие друзья